добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик и нас опять двое вот этот новенький только что пойманной в машеловку очень очень голодный даже не пытается убежать из террариума но я все равно осторожничаю после сегодняшнего утреннего моего так пытаюсь опустить крышечку вовремя потому что убежал сегодня у меня один красавец вот в такие мышеловки на кусочек сала буквально с интервалами в несколько часов я ловлю по очередному красавцу рэмбо это безопасная ловушка мы покупали ее в магазине старт окей ну в общем они везде продаются завтра поедем поселок так как сегодня муж не нашел заезжал спрашивал говорят нету почитала погуглила попыталась погуглить вот так она заводится очень просто и легко закрепляется сало туда заходит мышонок и захлопывается за ним дверца то есть мышонок абсолютно остается как вы видите бодрый активный ничем не пострадавший значит огромное спасибо подписчикам моего канала кто мне сегодня писал в комментариях советы чем можно еще отпугнуть мышей в домашних условиях это трава завтра обязательно закупим травы а также я почитала про электро вот эти отпугиватели которые хотела приобрести в озон почитала отзывы отпугивателей много цены разные но если честно так много там отрицательных отзывов что они ничем не помогают что я даже если честно растерялась не хочу упустить если честно с утра у меня под буфет убежал мой рэмбо номер два и вот сейчас мне кажется это именно рэмбо номер два у нас и вернулся видите левое ушко как вчера на видео можно сравнить у мышонка который кушает сейчас семечко надорвано неровная вот мне кажется это рэмбо 2 голодные оголодавшие вернуться к нам снова понимаете я буду очень счастлива и я во первых знаю что если мышей вот так вот просто двух поселить в одну баночку то они начнут драться эти мыши как вы видите наоборот жмутся к друг дружке не прячутся не кусаются и не дерутся возможно это все-таки действительно какая-то одна семья я сегодня фотографии этих мышек посылала специалистам из союза заводчиков и селекционеров которым я состою для того чтобы уточнить действительно ли это мышка или все-таки маленький крысенок как мне писали некоторые предположения в комментариях я погуглила правда я сама не разбираюсь в это в диких вот этих вот грызунах и собственно почему бы нет действительно похоже на маленького крысенка мне даже муж так сказал гридовый литый крысенок но слава богу мне специалисты из союза заводчиков и селекционеров помогли понять кто у меня я посылала фото именно этих мышек и мне сказали это обычные мышки мышки нет это не крыски не посюки серые которые у нас тут водятся вот не крысенок это мышь и собственно говоря поэтому я сейчас буду читать конечно гуглите и спасибо травы обязательно купим попробуем достать еще таких щадящих мышеловок и расставить везде здесь у нас по царите они как подружки две подружайки по скажем так комнате потому что у меня здесь собаки я не могу здесь никакую отраву не разбрасывать ничего такого я себе позволить не могу плюс у меня в комнате находятся мои хомячки и песчанки то есть я не могу себе позволить даже отпугиватели ультразвуковые скажем так поставить в комнате в комнате я могу поставить только вот эти безопасные ловушки которые не причинят вреда ни моим питомцам если не дай бог у меня щенок туда заберется никому собственно говоря отравы никакой мы туда не добавляем и замечательно моих всех ловим на обычное сало плохо фокусируется но честно я второй раз упустить не хочу очень прыгучие очень шустрые реакции скорость этого мышонка это что-то с чем-то то есть я знаю что они легко допрыгивают до этой решетки и висят на ней попыталась собственно говоря аккуратно сегодня прилить приподнимать крышку для того чтобы посадить туда мышонка из мышеловки ничего таки у меня не получилось убежал он у меня муж у меня молодец он догадался он просто отодвинул вот здесь сверху эту решеточку просунул туда мышеловку вместе с мышкой таким образом он ее туда посадил и она у него не убежала а я таки попыталась под крышку просунуть руку с мышеловкой щель получилась большая и мышка из мышеловки попала в террариум а мышка которая сидела в террариуме успешно успела удрать из этого террариума и убежала у меня прямо в комнату ловлю я их на веранде в комнате у меня их нет по крайней мере я их не вижу возможно потому что у нас тут много собак собаки шумят собаки играют собаки бегают это естественно будет пугать диких грызунов на веранде когда нас нет стоит вот эта мышеловочка и собственно говоря там я выхожу как только на веранду у нас там стоит ведро пакет с пищевыми отходами как только я выхожу туда что-нибудь выбросить я достаю очередного рэмбо из мышеловки вот так сегодня у нас заканчивается вечер тридцатого октября сейчас я по новой добавляю сало в мышеловку эти ребята у нас остаются до утра утром мы едем в поселок за мышеловками за скажем там травами в аптеку заедем вот если кто-то вот 3 попадется то к утру он сюда же будет отселен в этот контейнер контейнер мы возьмем с собой до поселка нам ехать 7 километров я почитала что радиус скажем так жизни мышей в природе вот таких на 2 километра квадратных то есть они себе помечают территорию и собственно живут семьи на этой территории меня конечно удивило что эти мыши не дерутся возможно это семья поэтому если бы мы поймали сюда еще кого-то и какую-то часть их семейства увезли бы подальше вообще от жилых скажем так и помещений потому что логично что они будут лезть в тепло дом мы топим продукты тут постоянно выбрасываем в мусор ну понятно что мышки не дурачки еще где тепло и где он какой голодный пришел а все-то еще на улице даже заморозка не было то есть по идее еще еды даже в огороде тут найти можно не знаю почему они при же хотят у нас тут жить в доме в нашем мы этого очень не хотим и поэтому опасаюсь мыши переносчики разнообразных заболеваний опасаюсь у меня животных много в доме не дай бог какая-нибудь инфекция попадет вместе с мышами да 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 вот уже начинает пока голодный он вроде и не прыгает все ест и ест ест и ест но уже начинает обследовать стеночки контейнера так у меня и получилось сегодня приключение что один таки убежал вот такие новости на сегодняшний вечер дорогие друзья пожелайте мне успехов и удачи если у кого-то есть опыт борьбы вот такой вот без отравы повторяюсь за наших личных питомцев не имеют тут возможности никакую отраву добавлять только лишь что-то может быть вот как травы и электроотпугиватели может быть как-то так кто-то может быть поделиться своим опытом борьбы вот такими незваными гостями соседями скажем так ну а мы пока их просто покормим обогреем и завтра увезем подальше от жилых поселений за пределы деревни между поселком деревни в поле выпустим обязательно сниму на камеру как мы это все поступим там и лес там и поле там и травы и в принципе живут эти мышки я знаю в полях строят себе норки замечательно зимует но вот эти все же хотят поближе к человеку здесь удобнее особо еды искать не надо пришел из ведра достала пошел дальше опасность может не только быть в том что они являются переносчиками разнообразных заболеваний плохо то что они могут что-то перегрызть в частности электропроводку дома у нас деревянные пожар никому не хочется то есть ну а пока мы в доме живем естественно мы пользуемся электроприборами электричество работает и не дай бог вот что-то ночью случится мы тут все спим к утру и и не проснуться можно поэтому я так как-то не очень рада таким соседям и вот сижу читаю в интернете пытаюсь гуглить разные способы борьбы с такими незваными соседями на этом дорогие друзья будем с вами прощаться увидимся завтра покажу как вот видите тыквенное семечко ему понравилось по моему это тоже девочка и вот это вот рэмбо 2 как я их называю с легкой руки катюша подписчица нашего канала с надорванным ушком она покрупнее потолще видимо постарше а вот та малышка помоложе по которую с утра попалась у нас это уже третий был рэмбо если вас вам интересно чем закончится наша история с незваными гостями рэмбо его семьей и вы не подписаны на канал нашего питомника приглашаем подписаться чтоб не пропустить новые интересные а возможно для кого-то и полезные видео на канале нашего питомника закрываю ведь решетку все равно они на нее прыгают пытаются тут что-то грызть поэтому сверху ставлю вот такую досочку и накрываю еще тяжелым чем то чтобы они не дай бог это все не не сгрызли и опять-таки никуда не убежали сейчас добавлю перед сном еды пусть развлекаются а с утра переселим их подальше увезем от нашего дома в поля поэтому прощаемся с вами ненадолго увидимся утром видео про переселение рэмбо на свободу очень хочется сделать качественное видео красивые мышки правда красивые но прыгучие всем пока оставим ушек в покое не будем их пугать пусть они отъедаются отогреваются отдыхают и с утра им предстоит искать новый дом из нашего мы их выселяем категорически вот так вот